Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 8 января. Память преподобной Домники. Святая Домника с четырьмя другими девицами прибыла в Царьград из Карфагена в царствоне императора Феодосия Великого, будучи еще язычницей. Она пламенела с сильным желанием принять христианство и жить по правилам чистой небесной веры. Архиепископ Царьграда Святой Нектарий получил о ней особое откровение. Это Святой Патриарх с 381 по 97 год. Поэтому, приняв ее, он не только сподобил ее святого крещения, но и поставил в Диаконисы. Диаконис из греческого слова «служительница» так назывался особый род служебных лиц в церкви, учреждение которых восходит ко временам апостольским. Римлянам 16.1, 1 Тимофеев 5.3. На должность Диаконис большей части избирались пожилые, не моложе сорока лет девственницы или вдовы. Обязанностью их было наставлять обращающихся жен и девиц, как они должны держать себя во время крещения, прислуживать епископу при их крещении и вместо него совершать помазание других частей тела, кроме чела, наблюдать за порядком и благочинием среди женщин во время богослужения, посещать больных, бедствующих и заключенных в темницах, служить исповедником и мучеником, содержимым под стражей, помогать неимущим и т.п. Относительно Диаконис есть несколько канонических правил, а именно 4-го Вселенского Собора, правило 15-е, 4-го правило 14-е и Святого Василия Великого, правило 44-е. Император Лев подарил ей землю за чертой города. На этой земле Святая Домника основала монастырь в честь Святого Захария, собрала вокруг себя девственниц и стала жить с ними, подвязаясь в посте. Она сотворила немало чудес. Например, она спасла мореплавателей, погибавших от бури на море, тем, что с благословением пустила в море масло, отчего морское волнение прекратилось. Она имела также дар пророчества, его предузнала и предсказала кончину царя. Видела она однажды, как сошел с неба ангел и осветил естество вод, а также получала и другие откровения божественных тайн. Святая мирно почила в глубокой старости, дожив до царствования льва и зенона, причем предсказала время своего отшествия. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.